Одним из первых скандалов, спровоцированных Максимом Покровским, стало громкое заявление музыканта, сделанное им еще в 2019 году. Тогда перебравшийся за океан певец поделился с журналистами личным мнением о деградации российского общества. Позже Покровский пытался оправдаться за собственные слова, которые тогда с жаром критиковал Михаил Боярский. После начала СВО исполнитель хита Харо Мамбуру не раз критиковал политику российских властей. Летом прошлого года горе-патриот дошел до ручки, прокляв Россию в важный церковный праздник. В тот день, напомним, Покровский выпустил трек «Украина», в котором выставил соотечественников жестокими язычниками. А не так давно некогда обожаемый народом артист окончательно озверел, когда не смог продать свою московскую квартиру. В одной из последних публикаций исполнитель снова прошелся по неугодной родине, пожелав ее жителям всевозможных несчастий. Своё очередное странное заявление Покровский сделал скрипя зубами, видимо, окончательно потеряв надежду выручить деньги за московское жилье. «Итак, этот год был труден для разных людей по-разному, поэтому и пожелания будут разными. Кому-то я желаю спокойствия, мира, счастья и победы. Кому-то я желаю тяжелой работы, по осознанию, очнитесь. А кому-то я желаю, чтобы будущий год их сожрал», заявил неугомонный иноагент.